Доброго времени суток! Уважаемые любители культов и ритуалов, зовут меня Перпетум или же Александр, и у нас уже 51 день в игре под названием Культ оф Зелэмп. Я продолжаю собирать всякие штуки, прокачиваться и общаться с графом, только он сейчас спит. И друзья, первое что я хочу сделать, это поставить статую в виде гриба, ведь ресурсов на неё нам уже хватает, это здорово, эту миссию мы выполним. Могила с надгробием? Погодите-ка, погодите-ка. А будем ли мы это ставить? Нет, пока нам, наверное, это не нужно. У нас трупов нет, я надеюсь, не будет. Хотя куда ты от этого денешься? Они всё-таки будут. Так, а где статуя с грибом? Вот она. Стоит 35 грибов и 20 слитков золота. Это какое-то безумие. По-моему, грибы не заслужили такой статуи, как вам кажется? Куда мы её поставим? Я не знаю. Все статуи я ставлю. Да я не знаю, куда я хочу поставить её. Блин, где бы она вписалась органично? Я не знаю. Я не знаю. Как же тяжело выбрать место для статуи. Давайте поставим её здесь. Но так она будет загораживать домик миссионеров. Ну ладно, так и быть, поставлю её у входа. Пускай стоит именно тут. Её сейчас построят, а я пока пообщаюсь со свидетелем Базином. Привет, малыш. Ты принёс мясо, я полагаю. Меня тяжело ранили. Едва хватило сил добраться сюда и поговорить с вами. Теперь я могу умереть спокойно. Да нет! Свидетель Базин! Не хочу! Ну там же шанс погибели был всего лишь 8%. Конечно, он молодец, что несмотря ни на что вернулся домой и принёс мясо в культ. Или не принёс? Принёс ведь. Я так опечален его смертью, что даже этого не заметил. Ты чё шастаешь по ночам? Иди отдыхай. Я буду хоронить сейчас свидетеля Базина. Он заслужил могилу с надгробием, потому что он выполнил свой долг ценой своей жизни. Поставлю я её, наверное, вот сюда. Мы его обязательно похороним, а потом воскресим. Потому что он красивый, он классный, он добрый и он наш. Он наш, друзья! Он наш! Это печально. Свидетель Базин. Я не буду тебя оплакивать, потому что... Хотя можно было бы разделать его на мясо и всё равно воскресить. Ну ладно, отнесусь к нему всё-таки с уважением. Он заслужил. Так, оленинка бегает по ночам. Правильно делает. Нужно работать и выполнять свои обязанности. Сейчас я его похороню. Приготовлю немного покушать. И пойдём мы к Содзе. Посмотрим, что он даст в награду. А давайте прямо сейчас сбегаем. Почему бы и нет? Так, прекрасно. Давайте. Мы к Содзе. Надеюсь, награда будет правда стоящей. Потому что 20 слитков золота. О, кстати, у нас же куча денег. Поэтому мы можем позволить себе купить все карты. Да. Мы берём её. Да, да, да. Мы берём, мы берём. Мы берём, мы берём. И эту карту мы тоже возьмём. Если вы думаете, что мы не возьмём, вы ошибаетесь. Потому что мы уже её взяли. Вы передвигаетесь быстрее. Насколько это полезно? Не знаю. Мне скорости передвижения и так, в принципе, в походах хватает. Поэтому... Ну, это так сомнительно. Так, я пред... Всё сделал, короче. Похоже на сей раз у тебя хорошие вести. Я знал, что ты не предашь меня. Как все эти лжецы. У меня везде глаза, везде уши. Вот, возьми. Я рад, что у меня есть. У меня больше никого нет. Это вся награда? Мне не очень это нужно, понимаешь? Руна, которая мне и правда были нужны, я вроде и изучил. Я убедился, что тебе можно верить. Я готов стать твоим последователем. Ты будешь защищать меня от лгунов и приносить мне грибы. Что это такое? А, халявные подношения. Почему нет? К нам присягнули на верность. Великолепно. Можно же сбегать ещё и в другую локацию, друзья. Мы ж насобирали кристаллы, да? И нужно их отдать вот этому чуваку. 25 штук нужно было. И ровно столько у нас есть. Даже больше. О, ягнёнок! Благодаря тебе наш маяк снова дарит свет морям и землям! Прими же наше подношение! Славься, ягнёнок! Славься, ягнёнок! Опа! Смотрите. Это какой-то акселотль? Или как его называют правильно? Знаете, да? Такое существо. Оно плавает по озёрам там и по всяким. Так, и чё? Это всё? Я всё смотрю на этого рыбака, и что-то в нём кажется мне странным. Он выглядит прямо как... Нет, это было бы глупо. Но он дал всего лишь внешний вид последователя. Как-то не густо. Что-то с наградой у всех не густо. Можно, кстати, сбегать ещё попробовать поиграть в кости, потому что там новый чувак пришёл. Попробуем его обыграть. Вдруг будет ценная награда. Мы снова встретились. И я этому очень рад. Сыграем? Ну, конечно. Давай. Крысау, Флинки, Кланко и Боб. Погнали. Надеюсь, эта игра не на деньги. Хотя у меня так много денег, друзья, что мы можем себе позволить. Ну ладно, играем. Всё, давайте продумаем стратегию. Какую? Не знаю. Так, мой ход. Пять на пять. Ну, давайте ликвидируем его пятёрку. Это было бы логично. Дальше что он? Тройка. Понятно. Пятёрка. Почему я опасаюсь её сюда ставить? Если у него выпадет пятёрка, он сразу две выбьет. Блин, это рискованно. Ну, почему бы и нет? Так. Шестёрка. Это не страшно. Двойка. Ну, разумеется, мы поставим её в другое место. Например, вот сюда. Дальше. Ну, я знал. Я знал, что это произойдёт. А потом мне будет выпадать и единица. Почему бы и нет? Давай мне единицу. Да, 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 да. Очень классно. Да, 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 да. Классно. Пять, два, пять, два. Вот как же я люблю эту игру. Как же я обожаю её. Она же такая чест... Вот как? Ну, играть, когда... Ну, я не знаю чего. Но я могу тройку его удалить. А смысл? Освободится место для пятёрки. И он сюда пятёрку поставит. Или что-нибудь в этом духе. Ну, давайте сюда воткнём. А, ну, естественно. Пятёрка. Ну, повезло. Хотя бы так. Но к победе меня это не приближает. Абсолютно. Зато у нас тут восемнадцать скопилось. Ну, мы практически его догнали. Хотел сказать я. Но, естественно, это не так. Единичка. Не страшно. Давай тройку. Хорошо. Мы его обогнали даже. Шикарно. Мне бы ещё одну тройку сюда. Да. Было бы офигенно. Блин. Я не знаю, как поступить. Ну, давайте двойку сюда. Эээ. Троечка. Давай шестёрку. Двойка. Ну. Надо было сюда ставить двойку. А потом ещё одну двойку. Короче, он выиграл. Да. Всего лишь на двойку меня обогнал. Всего лишь на двойку. Эээх. Клонка и боб. Кланк. Давай ещё сыграем. Ну. Не расстраивайся. У тебя всё... Давай сюда. Я должен тебя обыграть, чел. Просто обязан. Мы были близки, но чуть-ка не хватило. Не повезло. Не фартануло. Не хочу ставить. Давайте в левую поставим. Один четыре. Ну, допустим, дальше... А, ну и... Я не удивлён. Не-а. Не капли. Надо было мои единицы удалять, чувак. Почему ты не сделал этого? Почему ты не удалил мои единицы? Они мне не нужны. Пятёрка. Ну, хочу ли я удалить его пятёрку? Наверное, да. Тройка. Ну, предположим. Четвёрка. Отлично. У нас тут уже получается двадцать пять. Неплохо. Тройка. Тройки мы его удаляем? Или не удаляем? Потому что если удалим тройки... У него освободится место для более качественных костяшек. А мне это, наверное, не нужно. Наверное, не нужно. Не знаю. Сработает тактика. А, ну... Ну, ладно. Да какая двойка? Дайте мне пять или шесть. Ну, чё я в самом деле? Давайте фигню поставим сюда. Может, выпадут шестёрки. Тройка. Опять тройка. Единичка. Ну, у меня выбора-то нет. Придётся сюда ставить. В принципе, я могу сейчас... Я победил. Я выиграл. Да. Мы первые заполнили... Хе-хе-хе-хе-хе. Я не рассчитывал на такой результат, но получилось. Мы первыми заполнили все поля. Шикардос. Неплохо. Вот, возьми. Я постараюсь отыграться. Но второй рукой рисковать уже не стану. А то вдруг опять будет как с Шруми. Карточка. Не зря всё-таки сбегали. Вы восстанавливаете... Ну, не очень. Не очень. Не очень, но пойдёт. В принципе, если эта карта будет второго или третьего уровня, она покажет себя гораздо лучше. Впоследствии. Так, нужно... Опа, это мы собираем. Совсем часто сюда бегать я не вижу смысла. Потому что 15 единиц всего лишь. Я больше времени потрачу на телепорт и на беготню туда-обратно. Э. Ну, нафиг. Такс, все дополнительные задания мы выполнили, получается, пока. Давайте проведём службу. Собираемся проповедь. Кстати, а что теперь делать с заповедями? У меня куча свободных... Постарел, бедняга. Куча свободных табличек. Надо что-то подумать. Надо что-то предпринять, наверное. И, наверное, мы, чувак, тебя принесём в жертву. Потому что ты уже дед. Да, конечно, вера повышается за счёт наличия деда. Но... Стоп, не туда. Но зачем он нам? Можно провести ритуал? Не можно. Как всегда, не хватает костей. Ладно, фиг с ним. Фиг с ним. Пускай просто повышает уважение в поселении. Благодаря своему возрасту. Да, зипар. Седьмого уровня. Блин, ёшки-матрёшки. Хорошо. Так, ребят, у вас белые глаза, я смотрю, да? Давайте это исправим. Красавчик. Так, что у нас тут? Новая постройка. Сейчас вот-вот появится. Это шикарно. Не знаю, правда, что бы я хотел. Собрали. Стоять, график. Ты верно служишь. Поэтому надо тебя хвалить. Надо хвалить всех, кто верно служит. И я ведь не построил штуку для того, чтобы удобрение делать. Да, я хотел в конце прошлого ролика, но что-то не сделал этого. Новая постройка. Так, пугало с ловушкой. Нет. Светилище 2. Быстрее, да? Будет происходить превращение. Шатер. Место для ночлега, где ваши последователи могут отдохнуть со всеми удобствами. Накапливает преданность во время сна. Не разваливается. Хочу. Да. Преданность во время сна это супер-пупер. Больше построек будет доступно. Только штука эта наверняка безумно дорогая, да? Так вот, я не построил компостную яму. Хотел, но не построил. Собрать все. Ладно, раз я уже с тобой говорю, давай. И вы заметили, что у нас давненько, друзья, не было еретиков, которые были бы не согласны с культом. Давненько мы никого не сажали в тюрьму. И это хорошо. А, как из какашек делается шатер? Из золотых слитков? Нет, сперва компостную яму, чтобы делать... Стоп, а что это за... А что это за ресурс? Какая-то паутина. А где ее достать? Блин, а где ее достать? У нас ни одной нет. И мы никогда не находили ее. Это довольно отстойно. Может быть в новой локации? В четвертой? Даже примерно не понимаю, где достать этот ресурс. Ладно. Раз возможности нет, давайте построим хотя бы несколько шатров. Какую-то часть удобрений мы оставим. Плюс у нас закончилась магическая древесина. Давайте это исправлять. Древесины обычной у нас более чем достаточно. Магических камней в принципе десятка. Нормально. Ну, по поводу компостной ямы, конечно, грустновато. Так, голод. У нас царствует голод. А что с едой? Так, как там урожай? Собрали? Нормально? Много-много всего. И из капусты. Мы ведь не умеем готовить еду, да? Да, капустной еды пока у нас нет. Смертоносная еда. Травяной салат. Овощная запеканка пока. А почему я не могу из капусты делать... А нет, могу. Съедобный овощной салат. Вот он. Последователь отдает ценные материалы с вероятностью 25%. Офигенно. Да, есть 5% шанс заразиться, но это не так... Не так критично. Так что нормально. Хотя 5% если питаться они будут постоянно, то и болеть будут постоянно. Редко, но постоянно. Плюс еще же этот епископ постоянно старается нас отравить. И опять... Ты что, заболел что ли, салас? Подташнивает тебя, да? Ой! Ой! Не добежал. Это было так мило. Но он пытался, друзья. Он пытался. Давай, касанос, иди-ка, наверное. Я тебя похвалю. А потом иди лечись. Камелии тратить на тебя я сейчас не буду. Они нам понадобятся после длительного похода. Там будут проблемы. Потому что мы вернемся, и будет куча последователей зараженных. Торопиться мы с этим не станем. Так, камелии посадим, разумеется. Цветную капусту. И все остальное. Шикарно. С этим разобрались. С этим разобрались тоже. Поставим еще... Что, тоже какашка? Я не убрал ее, разве? Поставим еще один туалет. И... Подожди. А ты что, тоже заболел что ли? Что-то какой-то... Какая-то эпидемия у нас опять начинается. Подожди, я ж вроде вас ничем таким не кормил. Я ж не кормил вас вот этим новым овощным салатом. Чего вы все заболели-то? Ну и ну. Так, ладно. У нас, в принципе, есть новые домики. И в них должны ребята быстрее исцеляться. Но все равно, какого фига? Так, поставим еще две вот таких. На будущее, опять же. Так, и две вот таких. Ресурсов хватает. Пока не забыл. Прямо целая фабрика по производству древесины и камня. Шикарно. Туалет. Пять магической древесины. Идет переработка. Все идет своим чередом. Нужна еще вот такая штука одна. А, наверное, даже две. Ресурсов требуется на них немного. А пользы супер дофига. Прекрасно. Ресурсы будут производиться необходимые еще быстрее. Главное, чтобы последователи действительно начали их намаливать. И призывать там древних духов, которые превращают обычные ресурсы в прокаченные. Такс. Вот эти дома у нас еще не улучшены. Почему? А почему я их не улучшил? Это моя ошибка. Надо срочно это исправлять. Доведем до ума их. Я слышу! Кто там опять обкекался? А еще мне написали, что нужно назначить уборщика. Но разве нужно назначать уборщика? Разве они не автоматически должны убирать? В самом здании как бы этого сделать нельзя. Видимо, это нужно поговорить с последователем. Сейчас посмотрим, есть ли функция... Стой. Нет, ты отдыхай. Есть ли... Сама иконка. Дать работу. Освещать. Молиться. Рубить деревья. А, да, смотрите-ка. Но нет доступных действий. В принципе, значит, туалетов всегда хватает. Ну, я его назначил уборщиком вроде как. Ну, выбрал именно убирать. О, оленина, оленина, оленина. Да, мой дорогой. Меня переполняет любовь. Мавилифор даже не знает о моем существовании. Прошу вас, принесите мне 10 цветов из чащи. Они наверняка произведут нужное впечатление. Ну, ладно. Ну, как я могу тебе отказать? Ну, конечно. Ну, конечно. Любовь это самое светлое и прекрасное чувство. Если оленина хочет любви, мы не можем ей отказать. Мы пойдем в чащу и соберем эти чертовы 10 цветков. Но только уже завтра. Ну, в смысле... Ну, завтра. Когда все выспут, выспятся. И нового последователя, которого мы... А я прямо сейчас схожу за новым последователем. Я прямо сейчас это сделаю. Назначу его именно освещать ресурсы. Это зайчоныш. Да. Он нам нужен. У него прикольная челка. Очень модная. Зайко. А-а-а. Портал. Спасибо, паучара. Теперь у нас есть зайко. И зайко ты будешь именно осветителем. Другие тоже по мере возможностей этим занимаются, когда нечего делать. Но ты будешь ответственен за это. Зовут Аранна. Это, кстати, первая девушка получается. Хотя Аранна может быть и мужским именем. Почему бы и нет. Вполне. А-а-а. Будешь освещать. Давай. Фермеров у нас и так хватает. Насколько я понимаю, да? Хотя не все семена почему-то посажены. Я вижу кучу свободных ячеек. Вроде как, например, здесь. Но, видимо, просто не успели. Не справляются с этим. Ох, Зипарыч. Может, пора тебе уже откинуться? Давайте почитаем его мысли. О чем он думает на старости лет? Мне довелось прожить долгую и достойную жизнь. Но мои дни подходят к концу. Интересно, что ждет нас в загробной жизни? Чел, ты будешь служить мне вечно. Ты понимаешь же это, я надеюсь? Никого просто так из культа отпускать не стоит. И даже оленину я буду воскрешать постоянно. Когда он уйдет в мир иной, блин, он грустит. Может, ему мои слова не понравились? Да на... Ну, брось, Саня. Ему понравилось, что ты его воскресишь. Все будет отлично. Так, новый день настал. Давайте сразу тогда так. Вот так. Семян сейчас накупим. Знаете, мы сейчас накупим кучу семян. У нас же денег полно. И построим третью ферму. Денег у нас полно. Фермеры, в принципе, тоже есть. Проблема разве что с удобрениями. Это да, это факт. Хочу силу праведных сразу до максимума прокачать. Чтобы получать самое мощное оружие в самом начале. А еще что касается руна, которая на нас одета. Оно офигенное. Если ты не погибаешь, то ты получаешь кучу ресурсов. И за каждую карту получаешь еще больное сердце. Офигенно же. Не будем отказываться от этого руна. Пока побегаю с ним. Давайте, раз такое дело, мы поставим еще одну ферму. А хватит ли у меня ресурсов? А что, а всю древесину я потратил, да? Ладно, новая ферма тогда пока отменяется. Здесь не успели еще ресурсы добыть. Значит-то... Ну что, погнали? Выполнять просьбу оленины. Оленина плюс Виллифор. Это будет легендарный союз. А, покушать, покушать, покушать сделать надо. Нормальной еды, правда, у нас немного. Мясное рагу. Заканчивается еда. Придется все-таки отправлять еще одного последователя. Заканчивается еда, друзья. Стоит это признать. Давай уже, готовься до конца. Быстренько отправим кого-нибудь и пойдем. А вдруг он не выживет? А вдруг он не выживет, граф? Виллифор девятого уровня? Жесть. Не хочу Виллифором рисковать. Владик, отправляйся ты, наверное, знаешь что. Да. Владик, давай, за мясом. Теперь можно бежать. О, бревна дополнительные, прекрасно. Сделаем все максимально быстро. Новый последователь не появился, а вот семян... Какие семена у тебя есть? Тыквенные семена хорошо себя показывают. Офигенно, много семян. Деньги позволяют. Камелия нам нужна, сто процентов. Овощной вот этот салат я не особо хочу делать, потому что он слишком вредный. Но пускай тоже будут семена. Все. Затарились по полной программе. Где у нас чаще? Это топ? По-моему, это чаще, да. Одна из первых локаций. Ну, ресурсов насобираем. Опа. Вы создаете разлом, из которого вырываются... Сонм призраков, набрасывающихся на ближайших врагов. Ну, давай. Спиритический молот в 16. Оружие, которое призывает духа убитого врага. В прошлом ролике я, друзья, магию спутал. Я думал, магия работает так же, как и оружие спиритическое. Ну, в смысле, ты убиваешь магией врага, и в итоге появляется дух. А оказывается, эта магия именно порабощала противника. Ну, то есть, делала его нашим. И он какое-то время... Недолго, буквально пару секунд, но все же сражался с нами. Бэм! Бэм! Нужна теперь тогда срочно карта на скорость боя. Да ладно. На опережение вот так вот меня подловил, подловил. Подловил. Такс, а что по поводу цветов? Надеюсь, они будут встречаться не так редко, как... Где? Ловушка. Так, кстати, магия. Блин, это просто... Это прикольная магия, двойной урон. Сперва разлом, потом еще и призраки. А вот, кстати, и цветы. Два штуки уже есть. Великолепно. Костяшечки. Че-то костяшки из костей не выпадают. Уже... Уже четыре. Нет, три всего. Но все равно неплохо. Клоник. Я иду к тебе за хп и за картами. Пойми меня правильно. Давай их сюда. Вытаскиваем карту Таро. И это будет более ценные вещи в сундуках. Может быть, даже повезет, и будут падать камелии. А почему ему не подходят камелии, которые мы выращиваем? Это было бы гораздо проще, не правда ли? Почему они не подходят? Неясно. Блин, ну разбивайтесь кости с одного удара. Ну вот это вот фигня, что с двух ударов это подбешивает. Почему нельзя? Вот в этом случае молот не очень. Потому что был бы у тебя ножик, ты первым ударом быстро, чик, ломаешь эту фигню. А вторым ударом забираешь уже кость. А так приходится тратить кучу времени. О, новый враг. Точнее, как новые? Старый новый враг. Э, стой, не вызывай никого. Вот так. Лежать, лежать. Почти успел меня ударить, но нет. Ну, не, в этот раз везет гораздо больше. Уже семь штук. Блин, не успел я это понять, что мы сюда вошли, а уже семь. Да, прогресс идет шустренько. Такс. Ну давай. Почему я не взял духа с собой? Блин, забыл, демона. Правда, пользы не сказать, что много, но надо брать, надо брать все-таки. Даже минимум пользы, это уже польза. Даже если ее минимум. Что в сундуке? Украшение, помогающее последователю быстрее двигаться. Ну, он будет, значит, быстрее работать. Перемещаться от одной точки к другой. Еще один последователь, друзья. Карта. Это встречается не часто. Подожди, это новая карта? Или это... Ну, в смысле, карта в колоду? Или просто карта на забег? Я не знаю. Ну, давайте ради того, чтобы понимать, что это. А, это просто клоник, да? Жаль. Я думал, новая карта в колоду будет. Вы передвигаетесь быстрее, либо наносите больше урона проклятиями. Лучше это. Даже непривычно, что я стал прямо реально быстрее бегать. Это ощущается. Ну, для сбора ресурсов может пригодиться. Почему нет? Камень. Не особо нужно. Ну, погнали. Бэм. 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 Ну, все. Ну, все. Дело в шляпе. А шляпа в деле. А дело на голове. Так. Сюда. Два удара. Не слабо. Не, к боссу я не пойду. Мы здесь не за этим. Не, с боссом тоже, конечно, подеремся. Но мы не для этого сюда пришли. Вообще-то для другого. Сюда. Ну, хватит летать. Да, блин, бесишь. Уже вроде бы укатился, а он после этого только удар делает. Вы наносите больше урона. Не хочу. Дайте мне скорость боя. Тогда молот офигенен. Нужна карта на скорость боя. Тогда молот раскрывается. А, сейчас. Так, ладно. Кто у нас тут следующий? Ага. Ага. Еще удумали. Ничего себе, прыгают они. А если я бы прыгал? А вот если бы я начал прыгать, вам бы это понравилось? Не думаю. А овцы умеют прыгать? Да. По идее, должны. Уметь. Прыгать овцы. О, суперловушка. Ну, я понял. Я понял, о чем вы. Это еще и самонаводящиеся, слушайте. Это еще и самонаводящиеся одновременно. То есть, сперва разлом, а потом самонаводящиеся они. Блин, это офигенная магия, кстати. Офигенная. Так, оружие, которое передает, это круче, чем молот. Критический урон. А это тоже молот, блин. А это тоже молот. Да не хочу я молот, друзья. Лучше вот эту штуку взять. Надеяться на то, что рано или поздно попадется карта на скорость боя. Ну, такое себе. А вот с перчатками, конечно, работа идет. Но раз, два. Лады, тогда забегаем к клоннику и вперед. Клонничек. Это мое. Хе-хе. Вот мы и собрали. Все, осталось только вернуться домой и получить награду. Но не сразу. Вы восстанавливаете... Вы выпуск... Вот, что мне нужно. Крит плюс это. Прям вообще дабл урон. Шикарно будет. Мы сходим к этому боссу. И еще к одному, я думаю. Бедный Амдусяс. Что с тобой сделало жизнь? Что с тобой сделало жизнь? Жесть. Что мы творим с этим Амдусясом? Бедняга. Как же это было жестко. Маленький подарок. Семена ягодного куста. Да семян вроде бы хватает. Ладно, подарок возьму. Семян мы закупили целую кучу. Кости, монеты. И погнали. Вперед. Есть ли в поселении вдруг... Нет. Стоп. Фух. Чуть не это. Фух. Я же хочу дальше пойти. Точно. Что-то я это... О. А че это такое? А че это за корона? А что это значит? Погодь. А что это значит? На карте я никогда такого не встречал. Интересно. Я не успел посмотреть. Надо будет посмотреть. А, я уже не забыл, что у вас тут так много хп. На следующей волне. Но это даже весело. Блин. Оружие с большой скоростью атаки. Плюс быстрый ягненок. Прям игра по-другому раскрывается. Как будто геймплей меняется. Совершенно иной темп. Становится. Мне это даже нравится. Мне это начинает нравиться. Совсем по-другому, да, игра выглядит? Чу-чу-чу. Она становится шустрой. Веселой даже больше. Она и так была веселая. А так прямо веселая в полтора раза больше. Так, все собрали. И зачищать локации получается прямо супершустро. Ой-ой-ой, у вас тут ловушка. А как вам такое? Блин, если бы еще у этой магии скорость... Урона побольше было бы. Вообще было бы бесподобно. Так, что у нас тут? Монета немного, но все же. Ладно, посмотрим, как клоник еще сможет нас прокачать. Что он еще нам даст? Как в поселении дела. Шикарно в поселении дела. Движемся. Давай карту. Вы можете получить... Не получить урон. Но считай бессмертие. С маленьким шансом, но все-таки. Лучше, чем одно сердце. Подожди, а что-то мне карту дали? У меня... Подожди, я перестал следить за хп. У меня вроде бы больше было... Сердец этих. Или я получаю урон из-за того, что расслабился. Стой. О, это плохо было. Вот, я получил урон сейчас. Да, расслабился, расслабился. Начал метаться туда-сюда. И начал расслабляться. Ну, из-за динамики. Ладно, не страшно. Лучше бы мне дали... Такое вот, синее сердце. Чем это. Зачем оно мне нужно, непонятно. Карта. Что на этой карте? Вы получаете больше здоровья при лечении. Кстати, мне не дали сердце почему-то. На мне же одето... Вы получаете больное сердце за каждую вытащенную карту Таро. Я сейчас получил карту Таро, но сердце мне не дали. А почему? Так, ладно, вот это я хочу узнать. Что это такое? Что это? Почему это выглядит так же, как и начальная локация? Вам интересно? Мне лично, да. Но давайте сперва сюда пойдем. Правда, мне тут ловить нечего. Тут сердца. А у меня это... О! Вы получаете два сердца за 100 монет. Не, мне это не нужно, слушай. О! Хо-хо-хо-хо! Вот это мощь! Посмотрите! Вообще... Еще! А как меня убить? А меня не получится убить теперь. Я тут всех перебью теперь. А меня не победить. Смотрите, сколько сердец. Ха-ха! Бессмертный ягненок! Так, ладно. Что это за место? Почему оно выглядит так? Вау. Ну, во-первых, тут много камелий. А это уже здорово. Во-вторых, что это? Можно помолиться. Ваши вещи останутся с вами даже после смерти. Это типа... Если я умру, все вещи сохранятся? Так это офигенно. Идем дальше. За последователем. У нас много семян. Мы сможем прокормить их. Это какой-то... Это броненосец. Тоже, кстати, миленький вообще-то. Кто еще попробует с нами сразиться? Вот эта штука самая бесячая. Не надо... Не надо замахиваться! Слышишь ты? Не надо замахиваться! Не за... Да хватит замахиваться. Ну ты не замахивайся. Чуть не достал до меня. Чуть не достал. У тебя были шансы, но не получилось. Стрелок! Лежай! Лежай на земле! Отдавай броненосца! Спасти, разумеется, малыш! Отдал бы ты мне свою броню, а? Я был бы еще более живучим. Не, ну такое количество хп... Это прям можно реально очень далеко зайти. Но не получится. Просто потому, что все умрут от голода. Единственный недостаток. Когда-нибудь я попробую наготовить так много еды, чтобы осталось на потом. Но проблема в том, что жители, они сразу все съедают. Они нетерпеливые. Они хотят есть, есть и есть. Сколько бы еды я ни готовил, они слопывают. Мгновенно! Не умеют экономить. А надо учиться. Куда будешь стрелять? А, нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Нет, 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 нет! Что, живой? Нет! А что это у нас тут такое? Оружие, которое призывает духа убитого врага. Нет. Нет. Молот, который спас... Нет, я не хочу, он медленный. Давайте, короче, переработаем перчатки. Использую свое, да. Крит мне предпочтительнее. О, тут тоже может быть оружие. Ух ты. Оружие, которое... Ой, девятого уровня. А топор, который отравляет врагов. Ну, елки-палки, ну, это круче. Хотя и криты хороши. Блин, я не знаю. А я не знаю, что мне сейчас больше нужно. Криты, наверное, оставлю. Ладно, так и быть. Побегаю сегодня с критами. Они, возможно, даже полезнее, чем яд. Перерабатывать я не буду ради одной монеты. Мне лень тратить время. Так вот, возможно, даже лучше, чем яд. В битве с боссами. Получается, за короткий промежуток времени... Я получил урон, да? Ладно, пофиг. За короткий промежуток времени вынести максимум урона. А яд нужно ждать. Поэтому я не знаю. Чаще. Спасибо. Спасибо. Сток сена. Возле фермы где-нибудь расположим. Будет смотреться в тему. Погнали. Только не вы. Только не вы. А! Достал до меня. Как же мне пофиг на самом деле. Да хватит разлетаться, да? Ладно, мне пофиг. У меня столько хп, что реально пофиг. Даже не стараюсь быть аккуратным. Да-да, да быстрее давай. Сейчас будет битва с боссом, наконец-то. Следующая. А потом попробуем еще в одну локацию сбегать. Как вам такое? Пока сытость есть. Плюс, если я погибну, я не потеряю вещи. Хотя вот тут вопрос. Руно говорит, что если я погибну, я потеряю вещи. А тот тотем говорил, что я не потеряю вещи. И кому верить? Руно перебивает тотем? Или тотем перебивает руно? Пока не проверишь, не узнаешь. Блин, это сложно. Это очень сложно. О! Свидетель Агарес. А вы говорили, свидетелей не будет. А это разве не свидетель? А это уже третий свидетель получается. Он кого-то вызывает. Подожди, или это второй свидетель? У нас, по-моему, уже было два свидетеля. Вы говорили, что один свидетель на одну локацию. А у нас же получается уже два... Мы проходили по второму кругу две локации. Да, все правильно. В третьей локации мы даже епископа еще не убили. Поэтому мы не могли получить доступа. Я ничего не перепутал. Я не сошел с ума, друзья. Ай, 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 ай. Ну, это шквал, жесткий. Сюда иди. Умираю уже. Есть! Добил. Ну, а он не это. Это баг или фича? Я не получил с него сердце. Наверное, это просто босс. То есть, я не должен был получить с него сердце свидетеля. Такие дела. Что нам надо? Я не знаю. Мне ничего из этого не надо. Ну, возьму, пускай... Не знаю. Ну, давай я это ягоды. Деньги, монеты, кости. Да, наверное, это просто босс. То есть, свидетель, но я с него ничего не получаю. Потому что с каждого свидетеля можно получить только один раз ресурс. Так, что у нас будет на третьем этапе? Так далеко мы не заходили никогда. Еще один свидетель? Хе-хе-хе. Ваншот. Офигеть. Как дома дела обстоят? Наверное, мы успеем даже пройти эту локацию еще раз. О, какие они живучие. Вообще жесть. Ладно, буду чаще использовать эту магию. Хотя урона, конечно, не сказать, что прямо дофига. Учитывая их количество хп. Че вы расползаете? Сидите сюда. Криты частенько срабатывают. Прям частенько. Так, все кости мы пособирали, да? Вперед. Белочка. Я завалил белочку или нет? Я не понял. О, все взорвались. А я завалил белочку или нет? Ну, наверное, да, раз ее тут нигде нет. Бедная белочка. Взорвалась, возможно. С кем не бывает. Так, и сейчас я получу карту второй или нет? Ой, точнее, больное сердце. Давай. Вы наносите дополнительный урон ядом еще плюс ко всему. Да, получил, смотрите. Получается, ты получаешь только в том случае, если клоник дает тебе карту. Ясно. Буду знать. Жесть. Дополнительный урон ядом. Криты. Полный фарш, можно сказать. Шустренько, шустренько. Еще одна карта. Вы видите все на карте. Ну, лишним не будет, скажем так. Плюс украшений. Сколько мы уже за этот заход нашли украшений? Какое-то бесконечное множество на самом-то деле. А дальше больше будет? Я побежал, я побежал, я прибежал. Ух ты, у вас тут прямо тусовека идет. Жесть, что творится? Что творится? Как же много врагов. Почему в обычных заходах так нет? Такого количества врагов. Супер эпично. Посмотрите, как можно все выкашивать. Это просто офигеть. А, думал дерево еще выкосить. Ну что, босс? Как думаешь? Как быстро? А, это не босс, да. Это еще не босс. Вечно я путаю эту локацию. Куда пойдем? Не знаю. За свидетелем. За этим. Как его? Последователем. У меня с этими свидетелями уже крыша едет. Еще одна зайчишка. Для чего нужно так много свидетелей сейчас, последователей? Чтобы прокачивать быстрее уровень игненка. Я думаю. Хотя у нас атак практически максимальный. Ну, значит, постройки будем быстрее прокачивать. Лежай. Лежай. Помирай. Ух ты, ух ты, ух ты. Не вздумай даже. Иди сюда. Блин, я уже потерял все больное сердце. Не, ну в таком замесе... Играя неаккуратно, разумеется, ты будешь терять какое-то количество хп. Ну, у нас их... Ну, его бесконечно. Так. Главное потом не взять себе за правило такое поведение в обычных заходах. Потому что привыкну сейчас быть шустрым и резким. А потом буду погибать. Из-за неосторожности. Так что нужно быть все-таки аккуратней. Куда? Да, без разницы на самом деле. Пошли сюда. Не знаю, успею до босса добежать? Не успею. Хотел бы успеть. Понеслась. А в прошлой локации я все зачистил? Да, блин. Вроде бы да. Погнали. Вроде бы да. Вроде бы ничего не пропустил. А у меня такое ощущение, будто что-то пропустил. Если честно. Почему-то у меня ощущение, будто я что-то упустил. Ах! Будто что-то упустил все-таки. Так, что это у нас? Вы наносите ближ... Нет, нет, нет. Не, ничего не надо мне. Все устраивает. Может, у этого чувака будет что-то суперполезное на криты? Нет. О, новое оружие. А, фигня. Девятого уровня всего. Ну, выглядит прикольно. Я такого оружия никогда в руках не держал. Совершенно новый экземпляр. Красивый, кстати. Похож на традиционное индийское оружие. Голище-режище. Я не помню, как оно называется. Ну, короче, похоже. Такой кинжал, который, блин... Его описать сложно на самом деле. Ну, думаю, кто понял, тот понял. Кинжал, который лезвием защищает... Даже... Руку. Такой он. Как продолжение руки. У амазонки в Диабло во втором были такие оружия. Не помню название, хоть убей. Так, лады, 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 лады. Все собрали. Вперед! Не стоим на месте. Быстренько пролетели локацию. Дай карту. Да, запарили со своими... Карту дайте мне, Таро. Я хочу посмотреть, насколько ягненок будет силен, если собирать все подряд. Так, все, пробежали. Да, ничего не упустили. Ну, за овощами. А потом и к боссу. Так, стоп. Что по поселению? Успею. Вера падает. Сытость тоже. Делаем все максимально быстро. Сразу побежим к боссу. Я не знаю. Хочу пройти босса и вернуться домой. К боссу. Сразу к боссу. Максимальная скорость драки. Ай, блин. А я сейчас допрыгаюсь, довыпендриваюсь. Сейчас я довыпендриваюсь, вообще без хп останусь. Так, пропустил там одну косточку, ну ладно. Ловушка. Ловушка. Давай, быстрей. Че тут у нас? Че тут у нас? Че тут у нас? Эээ, ничего не надо. Ничего не надо. Я к боссу. Максимально быстро все делаем. Мы к боссу идем. Я даже себя не вижу порой. Честно говоря, в полусражении. Так, иди сюда. Челк в сундуке. Монеты. Что это справа такое? Клоник. Вот как оказывается на карте он выглядит. Вы восстанавливаете его, наносите урон врагам, которые я не знаю. Давай это. Пофиг, пофиг. Берем это. Урон во время кувырка. В принципе, неплохо. Свидетель Агарес. Опять он. У меня в этот раз есть яд. Он сейчас будет, блин, исчезать и своих придурков вызывать. Быстрееееееее. Добивай. Сюда, иди Я решил даже танковать его Своим телом Впитывать урон Ой, нет, 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 это плохо Я не вижу себя, я не вижу себя на карте Я не вижу себя на экране Я вообще не вижу, что происходит Стой, 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 быстрей, быстрей, быстрей Бей, давай меня Полсердца, пофиг мне, на полсердца Добиваем Ух, получайка Да Ну, не густо, по подаркам, не густо 226 костей, не слабо Ну все, возвращаемся тогда на базу Шустрее Так далеко мы не заходили никогда Это, можно сказать, победа Дальше уже не получилось бы Просто по времени Я старался и так максимально быстро, но 206 монет, куча Цветов Куча костей Золото Нормально Сразу будем сейчас кормить наших ребят Сразу же Не знаю, правда, чем Еды, как таковой, у нас нет Че там по урожаю? А где урожай? Я че-то не понял Че, ничего не выросло, что ли? Вы офигели? Ну, придется вас кормить Рыбой Мясом Ягодным салатом Блин Ну ладно Я думал, успеет урожай вырасти По-любому нужна еще одна ферма А то и две Учитывая, сколько у нас последователей Я чувствую, что нужно больше Плюс кровати нужно будет поставить Пощады! Да ладно Тар-тигры Ты не заслужил гибели Поэтому и пощады просить у меня не стоит Будешь у нас освещать Но это на будущее Возделывай землю У нас же будут новые фермы Зайчинку Будешь тоже у нас тогда возделывать сейчас землю Все в поле Все работать Все выращивать картошку Давай Я почему-то думал, что будет больше Так, у нас Ох ты, посмотрите, сколько всего О Ха-ха Это после еды Они решили дать нам Шо, зипар Все Зипар это того Тю-тю Так, кто у нас тут болеет? Я не вижу Кто болеет? Э, оленина Я выполнил миссию Благодарю вас Осталось только набраться храбрости И вручить их У тебя все получится, оленина У тебя все получится Ты классная Он ответит тебе взаимностью О Стой Прямо в доме Нужно собирать Я думал, оно будет накапливаться сюда В главный алтарь А оно в доме Ну, тоже удобно на самом деле Так, оленину мы сейчас правильно вылечим Он заслужил лучшего сервиса Хотя странно, что у него всего лишь седьмой уровень Я думал, почему-то уже восьмой будет А у него всего лишь седьмой Так, а с гигиеной тут у нас вообще все плохо, да? Четвертый туалет я так и не поставил Хотел, но так и не поставил И справлюсь Ну, и на этом, друзья Мы с вами, пожалуй, пока остановимся Надеюсь, видосик вам понравился Большое вам спасибо за внимание За просмотр До новых встреч Удачи Пока И счастья вам Берегите себя Пока Пока